На прошедшей конференции в Пермском национальном исследовательском университете ученые Казанского федерального публично представили свои разработки, применяемые в области нефтедобычи и нефтепереработки. Доцент кафедры радиофизики КФУ Руслан Латыпов рассказал об уникальных приборах, установках и аппаратных комплексах, разработанных для геофизических исследований скважин нефтяных месторождений, а также созданных в Альмаматор катализаторах для внутрипластовой конверсии нефтей. На данную конференцию мы приехали по приглашению наших коллег из нефтяной компании «Лукоил». Руководству компании необходимы были некие идеи, новые инновации для того, чтобы повысить свою производительность, может быть, расширить диапазон услуг, которые они предоставляют. Собственно говоря, вот ради этого я туда и ездил. Применение внутри нефтяного пласта катализаторов позволяет снизить долю тяжелых компонентов нефти, а именно серу, азот и вязкость. Такое облагораживание нефти уменьшает затраты на ее транспортировку. Высокое давление наличия катализаторов в составе породы создает условия для частичной переработки нетрадиционных запасов непосредственно в пласте. Это позволит повысить степень нефтеотдачи и частично решить экологические проблемы, поскольку вредные выбросы останутся под землей. Все эти приборы по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги. Разработки уже сейчас внедряются в промышленности. В Казани была построена крупная фабрика по производству катализаторов, как раз на основе разработок наших казанских ученых Казанского федерального университета. И в целом в Казани ведутся исследования в области катализаторов не только для нефтехимии, но и для нефтеразработки, для нефтепереработки. То есть Казань является таким центром наряду с другими городами, где катализаторы и каталис являются важной отраслью науки. У представителей компании «Лукойл» мобильную установку университетских ученых вызвала живой интерес. В первую очередь потому, что при помощи нее в режиме реального времени можно отслеживать качество транспортируемой нефти. А сейчас перед учеными Института физики и учеными Химического института имени Бутлерова Казанского федерального поставлена задача общемирового значения – создать первую в России скважинную лабораторию, выполняющую измерения в зоне инфракрасной спектроскопии и идеи электрических потерь. Если принять во внимание, что лабораторные исследования пробы черного золота из трубопровода занимают от нескольких часов до суток, то выгода здесь более чем очевидна. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универниус. Продолжение следует...